всем привет в этом видео обзоре хочу поговорить о производительности чипа qualcomm s4 pro в частности графическая подсистема adreno 320 как вы все знаете большинство флагманов этого года начала 2013 идут именно на этом чипе также большинство имеет full hd разрешение экрана у меня на обзоре был htc droid dna с full hd и таким же чипом adreno 320 сейчас nexus 4 чип такой же разрешение меньше 1280 768 поэтому есть кое-какой опыт использования девайсов с этим чипом и есть тут некоторые особенности про которых хочу вам рассказать а здесь у нас стоит кастом на прошивка кастом на ядро ядро в данном случае matrix 6.5 с ним но версия с немного разогнанной графической подсистема adreno 320 работать с ней ошибаюсь 450 либо 470 мегагерцах данный видео ускоритель если говорить о различных бенчмарках то я вам предыдущем видео показан да сейчас еще раз покажу в джель бенчмарке девайс набирает 29 fps для сравнения iphone 5 примерно такой же показатели но при этом учитываем что айфона меньше разрешения экрана недавно появились еще один графический бенчмарк epic citadel который пришел нам с ios демонстрирует работу движка unreal engine давайте мы сейчас быстренько покажу как у нас здесь работает что касается процессор он не разогнан максимальная частота 1500 мегагерц вот видите все плавно если мы запустим тест бенчмарк то можете посмотреть что ограничение кадров тут уже вступает роль 60 fps до конца мы смотреть не будем я вам покажу результат не тут скриншот уже был 58 fps при этом решении 1280 768 потому что я сенсорный блок клавиш убрал также если рассмотреть еще один тест бейсмарк 2 давайте его запустим то и в нем приблизительно fps скачет в районе 50-60 по результатам теста в среднем выдает 55 fps если без ускорения то есть не без разогнанного адрес 320 то в районе 50-51 fps то есть разница не такая существенная повторюсь он немножко только разогна как вы видите во всех тестах все у нас отлично но такая особенность проявилась что игры которые оставил например моден комнат 4 need for speed most wanted и также wildblad который я показываю еще в предыдущем видео они все идут с упрощенной графикой почему так происходит для меня пока загадка потому что возможно производители кто делали игры они смотрят на сведения в системе видит что там стоит адрена чип и упрощают графику так как большинство у нас чипов предыдущих было на адрена 205 и 220 если не ошибаюсь в случае адрена 320 они как-то его не оптимизируют что ли если мы запустим need for speed most wanted официально купленная игра последняя версия скачана с google play подождем как загрузится также хочу игру эту запустить на айфоне сразу можете заметить что здесь нету отражения на дороге нет луж нет такого эффекта замыливания но при этом fps 50 60 то есть адрена 320 спокойно справляется с данной игрой удивительно что разработчики данной игры не учли адрена 320 не сделали графику максимально на данных устройствах вот видите все все очень хорошо идет если запустить данную игру на айфоне 5 ты немножко прошел поэтому будет другая трасса но неважно но тут сразу видите что у нас есть различные блики есть замыливание различные эффекты световые при этом идет все плавно насколько я знаю можно все таки запустить максимальной графики most wanted но для этого надо качать соответствующий кэш и качать apk файл но я хочу вам для примера показать моден кома 4 предыдущем видео я вам показывал с упрощенной графикой он официально у меня куплен был последняя версия стояла но немножко заморочился скачал специальный apk файл который включает максимальную графику ну и соответственно кэш поэтому давайте посмотрим как себя адрена 320 ведет на модный кома 4 с максимальной графикой тут сразу же по первому экрану видно что графика у нас максимум давайте наверно начнем новую кампанию самую первую миссию так заставка у нас на движке игры сделано поэтому уже тут даже оценить сразу фпс количество кадров приблизительно в районе 30 35 держится сейчас будет момент наиболее такой активный взрывы вот видно что 26 все плавно максимум упала так допустим заставку количество кадров скачет но меньше 20 по крайней мере не опускается вот максимально здесь взрывы стрельба большие пространства но видите что все плавно 35 фпс 30 вниз 40 играть очень комфортно я бы сказал как на айфоне 5 на айфоне 5 естественно фпс посмотреть не могу но плавно здесь совпадает причем немножко грузит вывод фпс но даже при этом видите что все очень хорошо блики от солнца дым эффектно все здесь есть все на максимум но для этого вам надо заморачиваться ставить кэша пока и тому подобные вещи поэтому пока могу сделать вывод что адрена 320 довольно мощная с учетом hd просто разрешение вполне справляется со всеми игрушками даже максимально качестве но google play почему то они все идут упрощенные это странно если говорить про full hd разрешение то у меня был как я говорил дроид дн и я также ставил моден комнат 4 с упрощенной графикой идеально шел с высоким фпс и также я потом поставил апк который снимает ограничения и делать высокую графику перекачал кэш соответствующий и игра заметно притормаживала поэтому могу сделать вывод что если вы любите играть в игры с максимальной графикой то лучше покупать не full hd разрешением смартфон а с обычным hd разрешением с данным чипом будет все отлично все всем спасибо за внимание спасибо 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 спасибо